Вот так вот, как говорится, зима, крестьянин торжествует, у нас сейчас лето, я вообще не люблю зиму, в принципе, но зимой есть один большой плюс, что можно работать в любое время, когда угодно, где угодно, а летом это все ограничено, потому что ночами в кузнице дубишься, тут максимум полдня вытягиваешь, и поэтому как-то все медленно происходит, замедленная съемка. Это я все еще тут умудряюсь заказом, заказом бритв У8, кованые, пакетно-кованные, и с ними еще долго заниматься, поэтому затишься такое вот у меня, то есть с новостями, с новинками, даже немного скучно, если честно. Вот, но это, в принципе, на задний план отходит, потому что я, по сути, видео это снимаю по тому, что есть вопросов, несколько, допустим, таких основных, и хочу на них ответить. Первый вопрос это, какие камни нужны для того, чтобы подзаточить, поддержать свою бритву. Давайте сразу начну с, наверное, не очень так, не такого варианта, который хотели себе услышать, это то, что одним камушком вы не отделаетесь, а иногда, может быть, даже и думя не отделаетесь. Но если вдруг вы готовы ко всему, к этому, то есть вам желательно нужна какая-нибудь, какая-нибудь убитая трудвача с тистом, как тестовая бритва, чтобы просто присноровиться заточки на камнях. Что основные камни, какие бы я, например, посоветовал и спрашивали, опять же, недорогие. То есть дорогие, ну, все в курсе, да, какие дорогие. Мадлен Япон, как всегда, лидирует в этом списке. Но, чтобы просто вам поправить вашу бритву, освежить заточку, вот одного финишника не хватит. Вам обязательно нужно синтетик 10-12 тысяч грит, не меньше десяти. Синтетик, потому что синтетик будет вам, как-то, вот именно освежать, вот это, управлять кромку и выводить ее в ноль, если где-то закатано, где-то что-то там шаркнуто. Потом уже только после этого можно пускать на финишник и выполировать уже ту кромку, которая была восстановлена на последнем номере искусственного камня. С финишниками тоже тут разброс большой. Допустим, вот если я вот бы хотел, допустим, на Накаяма, а Накаяма очень хороший камушек, правда, дорогой, зараза, такой бежевый. Надо всегда выбирать более старый вариант, какого-нибудь прошлого века или начало этого века. Вот, обязательно с твердостью, там, 5+, или там, 2+, 3+, что-то такое жесткое. Но камень очень долгоиграющий, то есть, если у вас есть желание долго на нем возиться, то вам больше ничего не нужно. В принципе, вот эти два камня, то есть синтетик и Накаяма, это будет самое то, и плюс бритье будет мягкое, реально мягкое. Если, допустим, вот я вот, мне приходится ускоряться, то я после синтетика сначала перехожу на гуанси, черный, то есть, быстро полирую кромку, острие, и после этого уже перехожу на Накаяму, если хочу сделать более бархатное бритье такое, более мягкое. Это ускоряет, то есть, вот этот вот гуанси, он, как переходный, получается, камень. Для своих же бритв я останавливаюсь на гуанси, потому что я не люблю слишком мягкий рез, я люблю бодрый рез, и одновременно, чтобы он был шустрый и максимально чистый с первого движения. Ну вот, в общем, да, ответил, наверное, на вопрос по заточке, но нет, пожалуй, еще не ответил. Вы этим тоже еще не обойдетесь, потому что вам нужна хотя бы одна плитка, как можно мельче, там, 1200 грит, и более мелкой, там, лучше, даже если, я бы посоветовал, 3000 грит есть такие, это на Алиэкспресс, они есть такие плиты, алмазные плита, прям так и называются. Для чего вам это будет нужно? А вам это будет нужно, потому что не факт, что вы купите камень, финишник выровненный, и вам этой плиткой придется его ровнять. Причем, если придется ровнять, то придется ровнять с крупной, начиная вот хотя бы с 1200 грит, и потом уже завышаться. Если у вас будет синтетик, вы тоже далеко не факт, что вы купите просто уже сразу готовый. Вот, кстати, тоже синтетику можно купить, он за 1000 рублей в Китае. Работает так же, как и Япон. Вообще разницы не замечаю. И теми другими шваркаю, что-то вообще не понимаем, где разница. Ладно, но там тоже придется вам ее выровнять, с водой все это выголодить. Выголодить, опять же, ну, то есть, вот, как минимум, хотя бы одну плиту на 1200 грит, и как допом было бы вообще здорово, если еще вторая плита была бы 3000 грит алмазная. Вот так вот, то есть, ну, не все так вот, просто вот раз взял камушек, пошваркал, и у вас все там свяжилось, все побежало. Нет, нереально. Так в некоторых случаях, если только. Вот сейчас более-менее все-таки ответил я полностью на этот вопрос по самостоятельной заточке. Поэтому, если нет этого желания заморачиваться, тратиться, ну, там затраты минимальные, но все копейки, там эти плиты, там 250 рублей стоят, к примеру. Вот. Да, затраты минимальные. Вы максимум, если потратитесь, так это только на финишник. Финишник стоит от 2500, потом 5, 12, 25 и понеслась. Ну, вот у меня, в принципе, за 5 мне в ДОСТах хватает. Все по этому вопросу. Второй вопрос. Насчет самостоятельной шлифовки ремня. Своего какого-то ремня. Вот в этом вопросе я вам точно не хочу помочь. Почему? Потому что я беру кожу изначально неподготовленную, то есть кожу в таком нулевом состоянии, которую уже надо подготавливать. Если возьмете какой-то уже ремень, там, не знаю, армейский, неармейский, я фиг его знает, как он поведет. Может, он был полированный, может, он был с пленкой нанесением таким гладким, может, еще что-то, может, он у вас прессованный, может, ну, армейский вряд ли. Вот. То есть там много вариантов. Я далеко не гарантирую, если вы начнете сами шлифовать, что у вас все здорово выйдет. Хотя вполне вероятно, что выйдет. Но тут как повезет. Все зависит от того, состав какой ремня, какая обработка ремня и так далее. Поэтому вот тут я вам не советчик. Я сам, если честно, вот, ну, не берусь ремни шлифовать. Уже готовые ремни. То есть именно в ремне. Я беру просто вот именно листы на кожаном хромовом заводе и отрезаю пол полосы. И вот с ними занимаюсь, то есть с нуля. Тут уже результат почти гарантирован. Вот это на второй вопрос ответ. И вопрос третий. Когда я буду производить даманские бритвы, также клины узкие. Ну, клины узкие я только недавно производил. Кстати, на сайте еще один клин есть. Это один вопрос такой был по этим клинам, по узким. Там есть этот клин с костяной оправой. Поэтому я пока не буду в эту сторону торопиться, потому что там еще хотя бы одна бритва такая, но есть. Есть очень здорово похожие с французскими носиками, такие французской формы. Тоже такие же клины. Вот. Ну и с дамасской стали у меня сейчас все долго. Вот. Если я раньше, по-моему, говорил, да, на что мне уходит, например, чтобы сковать, вот сейчас я взялся примерно 35 штук, не знаю, скорее всего, это не выйдет, округлиться до 30, ковать вот столько штук заготовок, то есть на это у меня уйдет примерно полтора месяца. Полтора месяца. Если бы я ковал штук примерно 7-7, вот так вот, у меня бы ушло минимум 2 недели, а то и 3. Вот. Поэтому, ну вот, в скором времени я ничего не обещаю вообще из дамасской стали, потому что у меня просто ее пока нет, ее нужно произвести. Она производится не так вот там, как-то многие думают там, а, что там, нагрел, ударил, вот, дамасская сталь, раз наточили какому-нибудь там, ау, бритва. Нет, все не так, все очень сложно. Вот. И этот процесс реально такой вот, как говорится, для раба своего дела. Ну, еще один вопрос, я как раз вспомнил, почему перестал делать инкрустацию в оправы. если честно, желание есть, желание много, вот именно в эту сторону. Ну, то нет сил, то нет времени. Всякие вот такие вот нюансы, причины. Тут реально надо, чтобы зажглось. Тут реально нужно, чтобы вот было время, и чтобы прям посидеть, кропотно все это сделать, и поэтому, вот, когда вот гонишь какие-то партии, то это, в общем-то, даже не стоит делать, потому что для этого нужно посидеть над этим, то есть подумать, увидеть, реализовать. и поэтому, вот, я не беру сейчас такие вот всякие инкрустации, но желание есть, есть, всегда есть. Кстати, мне нравится это занятие. Пускай оно хлопотное, такое кропотное, очень, ну, здоровское. Просто результат потом радует, и реально просто душа поет. Да, извиняюсь за предыдущее видео, там про ремни, это я его просто для сайта снял, чтобы там на сайте не просто картинки были, а чтобы вот люди увидели, что вот что, то есть надо им это или не надо. Многие ждали, может, какого-то обзора или что-то еще интересного, то есть вот так вот. Но мне просто некуда больше повесить, у меня нет больше каналов отдельных, специального для того, чтобы на сайт вешать, поэтому мне приходится вот так вот делать. А четвертое, это будет, пожалуй, не ответ на вопрос, а просто ответ. У меня тут как-то, вот, пример, недавно один нарисовал, вчера нарисовался, один весельчак такой с Питера, и он начал там всякие гадости писать там, ну, в общем, какалики там везде развешивать, там, ВКонтакте, в Ютубе, ну, думаю, что за хрен такой интересный. Я не стал сразу удалять, там, все, ну, хотел там поговорить, а потом посмотрел, что человек живет в Питере, сам с Украины родом, у него в продаже старинные такие гнилые бритвы, и он начал мне тут вот эту, то есть, поливать грязью, как бы, за счет чего, наверное, может быть, что он хотел показать этим, выставиться как-то, ну, это только в стремном свете, я считаю, можно выставиться. И вот он просто гадит, 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 так вот, даже без думки, что к чему, зачем. Ну, я его заблокировал, естественно, везде, но не могу понять, то есть, человеческое это совсем потеряно. Не по барабану на все эти там вот бла-бла, которые там со стороны, тем более, он видал во мне конкурента, это здорово. То есть, я, значит, еще, как говорится, не лыком шит, могу конкурентом выступать. Поэтому, неприятно так вроде было, как бы, поначалу, то там, удалял, забыл. Вот сейчас вспомнил, решил рассказать. Вот. Ну, еще, да, кстати, по этим бритовкам буду стараться, буду стараться так, чтобы они все вышли, чтобы две бритовки откатили на сайт. Вот. Будут вогнуты. Ну, ту новость, которую я еще хотел бы сказать, я ему говорил уже в каком-то предыдущем видео, что бритовки вот во вторник уедут к Игорю из Нефтьюганска, я ему затачивал в бритовке, вот, то есть, и одновременно к нему поедет бритовка из сырой, незакаленной стали, клин 75%, на тест. Мне очень интересно мнение со стороны, очень интересно. То есть, ну, на мнение Игоря, вот, Игоря из Нефтьюганска, я более чем полагаюсь и знаю, что будет адекватный, честный ответ, на который можно будет основательно положиться и действовать уверенно уже в этом направлении. Вот, все, рабочий день подошел к концу. Есть результат его отсутствия, но отсутствие это вот, я виноват, моя вина. Сначала трещинку допустил, потом хотел по-быстрому от нее избавиться. Ага, вот, подрезать. Ну, это тоже не кусок, что-то за лезвие, да еще на кончике. Остальные все получились, ну, я не знаю, какую взять-то. Любую берем. О, ну, там цапки, конечно, есть, есть, что делать. Я могу их вывести, но это сверх дорогое удовольствие, но и так уже дорогое очень. Поэтому, пусть как бы то есть, как бы, я не знаю, они все одинаковые, что показать-то. Вот, в принципе. Звумки. В общем, так, если все так дальше пойдет, еще заточка в конце не подведет, то одна бритвка точно на сайт попадает в том, что вторая приказала долго жить. вот, все. В принципе. Продолжение следует...